Всем привет! С вами команда Car2day. Сегодня мы хотим с вами поговорить о том, что такое маркерные колышки и как их использовать. Так, у нас с вами будет отдельное видео про само маркирование, как выбирать дистанцию, есть у вас дальномер, нет у вас дальномера, как все это посчитать, прикинуть. Но в сегодняшнем видео мы хотим рассказать о технике мотания на колышках. Потом эту технику вы спокойно уже будете применять к теоретическим вашим знаниям. Итак, первое, что нужно сделать, это нужно, соответственно, груз с оснасткой. Можно просто положить возле стойки первой, либо некоторые делают вот такую петлю, чтобы она не уезжала. Дальше мы берем леску, придерживаем, чтобы она у нас не скидывалась со шпули, открываем дужку. Вот здесь главный момент, не мотайте никогда на расслабленном фикционе, это закручивает вашу леску. Открыли дужку, дальше левой рукой, пропуская вот так вот через пальцы, мы придерживаем здесь леску к бланку. И я мотаю вот по такой технике, она, мне кажется, самой быстрой и самой менее трудозатратной. Вы мотаете восьмеркой, заводите удилище максимально, ну, максимально вот так под углом 45 градусов, перед, леска у вас находится перед стойкой, дальше заводите за стойку и каждый раз у вас леска должна находиться перед стойкой. То есть второй виток мы опять же делаем перед стойкой. И вот такая восьмерка здесь перед стойкой, здесь перед стойкой и так далее. Суть такого клипсования, вы все время накидываете вот такую полудугу. Когда вы это будете делать на скорости, она у вас будет как раз вот так вот выматываться, такая D-образная дуга, и она будет очень хорошо вот так вот выложиться. Сейчас покажу мельно, потом немножко я ускорюсь. Почему выбрали 3 метра? Еще один нюанс. Когда мы взяли 3 метра, я практически не делаю никаких движений шагами, я стою у строга на месте. Удилищ у нас 13-футовый, 12-футовый тоже очень весело получается. Вот я стою на месте, левая нога может быть чуть-чуть вперед. И вот таким способом леска все время перед стойкой. Обратите внимание, что леска по земле не волочится. Мы натягиваем чуть-чуть, мы наматываем чуть-чуть в натяг, и вы в любой момент можете увеличить скорость. На самом деле скорости можно достичь просто космической. Высокую скорость клипсования Бризон имеет только на соревнованиях, когда вам нужно побегать за рыбой. У нас был момент на Кубке России, когда мы уже буквально под финишем за рыбой бегали, буквально там 10-15 метров. И мы мотали на колышках просто очень быстро. То есть маркерная резина нам здесь не помогла, нам нужны были точные забросы. Сейчас покажу намедленную скорость, чтобы было четко. На самом деле комфортная скорость клипсования вот такая. Стоите, не двигаете, силы практически не тратите. Левой рукой вот так вот заводите, правая рука практически неподвижна. Рукой регулируете, левой рукой регулируете скорость стравливания лески и спокойно себе мотаете. Когда делаете расстояние, например, там 5 метров, это приходится вот такие шаги ширины делать. Но это очень выматывает со временем. Все, значит, дистанцию мы отмотали, например, по нашей табличке там, предположим, 50 и 1. Ставим клипсу. После этого важный момент, как нужно сматывать обратно. Если вы будете сматывать леску расслабленно, то у вас на шпуле будут такие микробороды и при забросе может вылетать борода. Первый способ – это сматывать просто в натяжку. Второй способ – здесь придерживать леску перед шпулей пальцем, чтобы всегда она моталась в натяжку. Не сматывайте леску. Поклёвки у нас какие-то начинаются. Красиво.